у вас в америке есть empire state building когда его устроили наверное тоже были определенные резоны ну вот мы считали это вопрос не архитектурный вопрос политический поэтому мы считали ключом кстати не только мы как видно и в городе его считали так многие главное что делала яблоко начиная с 2007 года мы провели в седьмом восьмом и девятом и десятом и одиннадцатом годах мы привели 5 маршей защиты петербурга так они назывались марши защита петербурга тема газпрома и башни была там главной хотя не единственный на каждом этом марше защиту петербурга взять блоку театрализованное представление например на одном из марша была выстроена огромная выстраивалась высокая из банок кукурузы поскольку называлась кукурузина этот проект назывался кукурузина из банок кукурузы строили эту башню и нужно было ее яблоками закидать до пришел сбить там при этом призы какие-то символические надо сказать что за или против проекта этот вопрос в общем очень сильно коррелирует с вопросом хотят ли люди чтобы их город развивался как бизнес-центр в том числе или хотят ли они его видеть только истории культурным и историческим центром почему было принято решение строить проект здесь решение было принято в связи с тем что некоторое время назад а именно в 2006 году если мне не изменяет память газпром купила компанию сибнефть которая в то время была зарегистрирована в городе омск при покупке этой компании было принято решение о том что будущая компания которая была названа газпром нефти будет зарегистрирована в санкт-петербурге надо сказать что это не спонтанное решение но обусловлено тем что газпром нефть и и дочерние предприятия уже давно работают санкт-петербурге то есть это не искусственный процесс здесь работают предприятия которые занимаются бункеров к и заправляют воздушные суда развивается сеть автозаправок есть научно-технический центр газпром нефти здесь санкт-петербург и когда мы говорим с вами об архитектуре в морском фасаде ли или башни газпром это тоже большой степени культура культура города так вот пока я не изменился не изменится и мое отношение человеческое отношение к таким объектом 122 метра петропавловской крепости это ангел это символ 400 или 500 метров башни газпрома это амбиции это амбиции 1 может быть человека с нашего города пожалуйста стройте где-нибудь дальше стройте куда строите в рыбацком стройте где-нибудь сосновой поляне пожалуйста но не трогать центр города относитесь бережно к истории санкт-петербурга и история развития нашего города она конечно тоже это подтверждает потому что исаакиевский собор который вы видели его называли чернильницы говорили что это ужасно он громадный и как вообще он сползет в него и в общем было много протеста вы устроили очень долго монферран там посидел и умер я думаю в том числе не без этого вот но тем не менее сейчас это конечно такой символ города и все кто приезжает они идут на смотровую площадку и обязательно посещают это это здание дом книги на невском проспекте тоже он был построен только потому что император сказал будем строить сейчас это тоже символ города невозможно представить невский проспект без этого шара спас на крови тоже рядышком там находятся даже сейчас есть отдельные люди в свет в области архитектуры которые считают что его нужно снести вы это можете представить ну живой город действительно выступал всегда с самого начала против строительства башни газпрома и на самом деле причин тому много причин по которому по нашей точки зрения этой башни не должно быть нашем городе предостаточно первую очередь это несомненно причины связанные с историей культуры башни газпрома и будь она построена в том месте где предполагалось и построить она неименуемо вклинивалась во все ну не во все но во многие открыточные панорамы санкт-петербурга просто портила вид на город здесь особенно позиция была союза архитекторов когда этот конкурс был появился союз архитекторов заявил о своем не участие в этом проекте ни в какой форме я имею ввиду строительство самой башни мы не говорим об охтоцентре вообще то есть этот район нужно поднимать нужно его развивать здесь никто не спорит с этим мы были противники высотного строительства то есть 400 метров но были и другие причины как выяснилось башни предполагали строить на месте уникальных археологических памятников то есть на всегда было известно что располагалась раньше крепость не иншанс но как выяснилось шведская крепость там на впоследствии археологи нашли остатки еще трех крепостей то есть это уникальный археологический памятник который обязательно нужно сохранить от исаакиевского собора до лахты 10 километров удаленность высота и фасад из специального стекла делают комплекс практически незаметным давайте убедимся ближайшие жилые кварталы находятся на удалении около одного километра от планируемой стройплощадки они представлены рядовой застройкой ну как вы знаете строительство оно собственно еще не начиналось идет подготовительный процесс и мы же понимаем что здесь возникнут сразу проблемы все которые о которых я говорил транспортную потому что здесь невозможно будет развязаться социальное потому что они захватывают те дома которые тяжелые кварталы которые там развития не будет там будет что-то другое происходить тому может быть скупание квартир каких-нибудь еще что я не знаю что там будет происходить что-то будет происходить точно и конечно экологическое мы планируем начать строительные работы в конце будущего года и завершить их к 18 году к чемпионату мира но вот в лахту правильно мы еще не против того чтобы развивался город но то что они хотят 500 метров сожалению свидетельствует о том что по-прежнему они хотят себе самим построить памятник поэтому борьба будет продолжена конечно